Человек по своей карме в прошлой жизни попал под раздачу удовольствий. Он тратил все, что мог, растрачивал энергию, булькал в так называемых удовольствиях, как мог, ни в чем себе не отказывал. Это, знаете, как говорят, «бери от жизни все». Вот эта концепция, она распространена среди современной молодежи. То в будущей жизни такой человек, он перевоплощается довольно плохо. Почему? Потому что удовольствия, которые во внутреннем мире человека проявляются, они ограничивают подъем энергии вверх. Этот рисунок на самом деле очень серьезная схема, хоть он так и нарисован, как бы, знаете, так спонтанно, но это невероятно серьезная вещь. Если вы сможете понять, что здесь нарисовано, вы многие процессы в этом мире будете понимать просто на ура. Итак, если обрати внимание, если кто как бы сдалека не видит, в двух словах расскажу. Это нарисован человек, нарисовано схематично его внутренний мир, каналы, которые там проходят, и чакры. И нарисован такой энергетический столб, который в районе, вот в данном случае, манипура чакры, сходится и становится уже более тонким. То есть энергия наполняется только до манипура чакры, а дальше каналы, они уже сужаются. Кто не видит, ну, примерно вот так это выглядит. То есть до манипура чакры энергия может еще наполняться, а за счет того, что человек регулярно через манипура чакру тратит энергию, это как зависимость возникает. Ему регулярно нужно потратить энергию на ту зависимость, к которой он привык. Если он не тратит эту энергию регулярно, у него возникает, как это в народе говорят, колбаси человека. Вы наверняка знаете, ну, вы все взрослые люди, вы же прекрасно понимаете, у каждого из вас есть какие-то зависимости или пристрастия. Если вы не будете регулярно свою зависимость удовлетворять, что у вас начнется происходить? Какая-то ломка, какой-то некомфорт. Вот вам нужно что-то делать, а вам, ну, прям не получается делать, потому что что-то не то. И вам нужно, как дойной корове, регулярно относить свою энергию тому потребителю, который, соответственно, с вас ее всасывает. Вы, кто понял, о чем я говорю? Кто сталкивался в жизни с таким? Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы я понимал адекватность аудитории. Ну, то есть вы понимаете, что зависимость – это не сказки. И большинство пристрастий, которые есть у вас, это реальная, объективная реальность. И эта объективная реальность, в которой вы живете, она как раз-таки обуславливает вашу будущую жизнь. Почему? Если мы рассмотрим схематичный пример этого человека, в данном случае мы не пурочакра, это торт, нарисован условно. То есть какая-то вкусняшка или какое-то пристрастие, которое через муни-пурочакру реализуется. Например, у человека он обладает чем-то, ну, неважно, там, допустим, знаете, есть люди, которые радуются, например, от того, что у него машина есть. Или он там еще что-то есть, он подходит к своей вещи какой-то, поглаживает и радуется, например. Или там девушка имеет сапоги, и эти сапоги ей нравятся, например. Или еще какая-нибудь штучка, которая вот прям вызывает восторг, потому что у кого-то нет, а у меня есть, и я радуюсь. Понят логика? Вот это чувство, которое испытывает человек при обладании чем-то, это трата энергии. Любое ощущение, которое вы испытываете в той или иной ситуации, тратит вашу энергию.